Всем всего. Хотелось бы напомнить, что у меня также есть каналы в Телеграм, Дзен, Рутуб и ВК, поэтому переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь. Беспрецедентная вера, и я не понимаю почему. И на самом деле, хотелось бы спросить у вас, но чтобы вопросы не были дебильные, мол, просто почему, я сначала объясню свою позицию с фактами, примерами и прочим. Почему я не верю в Старфилл? Почему я считаю необходимо снизить градус ожидания? И дело не в классическом, ваше ожидание, ваши же проблемы, тут дело маленько в другом. У меня маленько другой вопрос, почему он? Почему именно Тодду Говарду верят? Почему верят именно ему, а не какому-нибудь Питеру Мулинье? Вот Тодду Говарду все как с гуся вода, а Мулинье навеки стал лжецом игровой индустрии. Важен что, объем лжи? Ее качество? Вот на эти вопросы я и попытаюсь найти ответ. А аргументы по типу Старфилл в России продаваться не будет, успокойся, зачем ты вообще такой ролик снимаешь, не прокатят. Санкции в этом плане не очень хорошо работают. Вот если у вас есть вопросы по типу, как пополнить счет Steam из России, как купить игру из России? Ответ простой. Лучшая цифровая площадка для геймеров. Case for Gamers. Тут есть все. Игровые ключи для множества площадок. Steam, GOG, Battle.net, Epic Games Store и так далее. Консольные игры для Nintendo, Xbox и PlayStation. Поскольку это огромная площадка для геймеров, то можно купить и игровую валюту. От золота для World of Warcraft до FIFA. Карты оплаты для Steam для разных регионов. И подарочные карты для пополнения баланса в российском регионе. А также имеется софт. От Microsoft Office до Windows. Case for Gamers поддерживает множество способов оплаты. От банковских карт по типу Мир, Visa и MasterCard до криптокошельков. Поэтому трудностей с оплатой не возникнет. Переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с ассортиментом. А главное это промокод REDSKINS, который позволит сэкономить вам 10%. Переходите по ссылке в описании и не забывайте про промокод REDSKINS. Говоря про ложь Тодо Говарда, сразу все вспоминают 18-й год и презентацию на E3. Во время которой нам показали Fallout 76. Лжи там было действительно немало, ей можно прям обмазываться. И сразу играть песню в голове Tell Me Lie. В общем все хорошо с этой презентацией было. И его репутация же оттуда пошла под откос. Ведь до этого он не врал, верно? Что ж, к Fallout 76 мы еще вернемся, но заглянем немножко в прошлое. Обливиан. Тыкать палкой в то, что графика во блин во время презентации и релиза отличаются, это низко или же нет? Ну, как по мне, наверное это нормально. И как раз начнем с этого. То, что нам показали тогда и то, какой по факту вышла игра, ну разница есть, это факт. Игра выглядела все равно очень красиво, ну по тем меркам. Но отличия в любом случае были. И знаете, чем ближе мы будем приближаться к современности, тем грубее будет ложь. Что ж, я совсем чуть-чуть тыкнул в Обливиан. Но если быть честным, то по нынешним меркам там и не во что тыкать. Тот говор тогда не был так популярен, он был исполнительным продюсером. Поэтому да, ложь была, но ее было мало, ну по нынешним современным меркам. Ложь наподобие, совершенно новый движок. Хотя тогда это возможно могло сойти за правду, конечно же. Отличный искусственный интеллект. Отсутствие скриптов, это вообще лол. Что? И 9000 моделей, которые наши художники нарисовали. Тот вообще любит во всяческих презентациях говорить крупные числа и что они обозначают. И к этому мы опять-таки вернемся чуть позже. Пока в Обливиане это не так часто встречается. Ну только 9000 моделей, но это так, мелочь. И вот, начиная с Fallout 3, ложь только усугубляется. Она не была такой ясной, как у Питера Мулинье или у Шона Мюррея. Но факт, она была значительная. Начиная с того момента, что каждая игра студии Бефезды, по заверениям Тодда Говарда, крупнее, чем предыдущая. Хотя это не совсем так. К этому можно приписать, что каждая следующая игра этой же студии сделана в совершенно новом движке, что опять-таки неправда. И каждая игра давала игрокам неведомую доселе свободу. И вот, первая ложь, которая задела лично меня, это огромное количество концовок Fallout 3. А если быть точным, 214 концовок. И вот тут, конечно же, у Тодда Говарда есть пояснение. Тодд Говард не совсем прямо сказал о таком количестве именно концовок. Это вариация этих концовок. Да блин, чего я объясняю. Есть ролик, в котором этот диалог и присутствует. Этот ролик вставлять я не буду. Там как-никак 3 минуты, кто это готов слушать. Но ссылку в описании оставлю. Также мне нравятся заявления про новый движок. Каждая новая игра Бефезды сделана на якобы новом движке. Что, конечно же, маленько неправда. Я не понимаю эту маниакальную попытку всем объяснить, что движок новый. Это похоже на попытки Activision. В рекламных кампаниях Call of Duty, года это к 12-13 или же 14-го, всем рассказывать про новый движок и искусственный интеллект рыб. Почему это, я не понимаю. Ведь даже человеку, который не совсем много играет в игры от Бефезда, будет сразу понятно, что это как бы одна и та же технология. Это боссынгейм брио. Но нет, мы каждый раз будем рассказывать про совершенно новый движок. Затем Skyrim. Тут я вообще боюсь открывать свой рот, а то мало ли что еще и убьют. Фанатов у этой игры очень много, поэтому надо быть аккуратней. Отметим только пару вещей. Более 150 полностью вручную сделанных подземелий и бесконечные квесты. Этого вполне достаточно, как мне кажется. Затем Fallout 4 и легендарная фраза. Just works. Почему-то тут возник эффект Манделлы у многих пользователей. Многие предписывают эту фразу к Fallout 76, но это не так. Он сказал это тут. А на презентации Fallout 76 он сказал обратное. И вот с момента анонса Fallout 76 со студией и Тоддом Говардом что-то случилось. Стоит отметить, что ранее студия показывала свои игры в основном на движке. Не стеснялись они плохой графике. Угловатых моделей. Но начиная с последнего поколения консоли случился полный абсер. Лично я не уверен, что мне стоит разбирать ложь Тодда Говарда про Fallout 76. Мне кажется про эту игру многие знают и многое. Обман был на уровне No Man's Sky, как по мне. Да и ситуация, говорят, вроде как похожая. Я играл в Fallout 76 несколько раз, но надолго мне никогда не хватало. Но говорят, что игра преобразилась. Но я проверять этого не намерен. То, что я перечислял, по факту можно причислить к мелочи, но не считая Fallout 76. Ведь так плюс-минус врут все. То графику урежут, то про концовки соврут, то про бесконечные квесты, про ручную работу, ну и прочее. Но раньше не было причин не доверять Бефезде. Не доверять Тодду Говарду. Ну да, ну соврал пару раз, ну и чё, ну чё бухтеть-то? А вот сейчас. Всё началось с первого геймплейного тизера Starfield. Верно, Тодд? Но потом вдруг, внезапно, оказалось, что это CGI. Что это не игровая графика. До этого смогли докопаться люди из Digital Foundry. Не то, чтобы Бефезд это сильно скрывало на самом деле. Ну попался один раз на лжи, но ничего страшного, ну с каждым же бывает. Но тут Тодд Говард включает своё любимое оружие. Числа. В каждой презентации их новой игры, любой игры, идёт оперирование числами. Fallout 76 в 16 раз больше Fallout 4. Fallout 4 самая большая игра за всё время, которое когда-либо делала Бефезда. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но вот со Starfield у Тодда Горда прям совсем сорвало крышу. Потому что игра с генерируемым контентом, и как следствие числа такие, что, ну, я не знаю, можно любые числа брать. Тысяча планет, миллион планет, какая разница? В No Man's Sky видели сколько планет? На данном этапе развития видеоигровой индустрии мало кого можно удивить масштабом. Тем более, как-никак, это те же самые люди выпускали Тест Даггерфол. Там уже была огромная карта, кого не пытаются удивить. Ведь главное не размер, вот это вот тысяча планет, огромное количество системы, бла-бла-бла. Но вот насколько это всё будет работать? И как мы знаем, у Бефезды почти всегда с этим проблемы. Если мы оглянемся назад, то поймём, что среднем на создание игры Бефезда тратила 3-4 года. Моровинт и Обливион, разница 3 года. Обливион и Фоллаут, разница 2 года. Фоллаут и Скайрим, разница 3 года. И затем через 4 года вышел Фоллаут 4. Всё, после Фоллаут 4 тишина. Фоллаут 76 я не считаю, потому что его дело новая студия, которая располагается в Остине. То есть, уже 8 лет не было ни одной игры от этой команды, которая подарила нам все эти прекрасные проекты. И вам кажется, что все эти 8 лет разработчики трудились? Что игра действительно настолько масштабная? Настолько она грандиозная? Или может быть просто это был производственный ад? Именно этим можно было бы объяснить показ нам CGI ролика 2 года назад, а не геймплей. А геймплей, когда показали, так он вообще лагал как мразь. С великолепными круглыми гильзами в квадратном стволе. И это за 8 лет разработки. Поэтому нет, игра скорее всего находилась в производственном аду. Но почему про это не говорят эти блогеры, которые прям облизывают Старфилд? Ещё даже до её релиза уверяют свою аудиторию в том, что Старфилд это шедевр. Как можно заявлять, что игра шедевр, не поиграв в неё? Это то же самое, как делать обзор на игру до её релиза. Хотя уже такой есть на метакритике. Причём негативный. Вы меня поймите, я не говорю, что игра будет плохой. Я просто хотел бы понять фанатиков, почему они так в ней уверены? Почему они верят Тодду Говарду? Ведь предпосылы к тому, что игра будет ужасной на старте, на самом деле множество. Игру показали нам относительно недавно. Это раз. Игру перенесли почти на год. Это два. Нам Тодд Говард рассказывает какие-то байки про то, что Старфилд это считай 5. А то и 6 игр в одной. Прям как твой шампунь, мать твою. Вот цитата. Старфилд это 5 или 6 игр в одной. Верно? Это игра про космический корабль, игра на земле, игра с диалогами, игра про аванпост, игра про ремесло. Она обо всём этом. Конец цитаты. Вы осознаёте уровень бреда. Тогда получается Red Dead Redemption 2. Это 20 игр в одной. Тут вам и лошади. И симулятор рыбалки. Покер. Домино. Ножики. Стрельба. Охота. Симулятор сплава на каяках. Симулятор сбора говна в лесу. И так далее и тому подобное. То есть, идёт какая-то лютая демагогия. И я прекрасно понимаю, что каждая игра Bethesda это событие, это факт. Но вот слепая вера в проект, когда предпосылок к осторожности больше, меня пугает. Да, Старфилд директам показал, что плюс-минус должна представлять из себя игра. Но твою-то мать, игру обещать каким-то необъятным количеством контента. И это пугает. По причине того, что такой масштабный проект, задача ой какая непростая. Особенно тогда, когда есть такие весьма странные речи и обманы в первом же трейлере. Хех, геймплейный он, ага. В общем, я не понимаю, почему верят Тодду Говарду. Он врал, но ему верят. Возможно, это харизма у него такая, он весьма харизматичный парень. Я пересмотрел все его презентации, с каждой из них он рос как спикер. Но рос ли он как геймдизайнер, как геймдиректор? Вопрос открытый. Неужели такая огромная разница между Скайримом и Fallout 4, например? Я имею ввиду в плане концепции. Если вы верите Тодду Говарду, ну что ж, ваше право, но я вас не понимаю. Я бы вообще советовал никому из индустрии не верить. Вообще никому. Я не могу назвать ни одной студии, которая бы не врала вот так вот прям слету. Возможно, если посидеть и подумать, повспоминать, есть такие. Хотя, знаете, нет, я все-таки вспомнил. Была такая студия. CD Projekt Red называлась когда-то. Когда-то, когда они не врали. Valve тоже почти не врала до игры. Артефакт. Возможно, были еще какие-то студии. Но сейчас индустрия изменилась. И это видно даже по беседке. Если раньше они показывали Skyrim без прикрас, при этом запускали его на Xbox 360 и говорили, что это Xbox 360, хотя по факту могли запускать на ПК, но при этом говорить, что это консоль, тем самым вводить людей в заблуждение, показывать крутой FPS, более качественную графику, разрешение и так далее. И при этом врать людям, мол, смотрите, это все Xbox 360, как это делали, например, Ubisoft. Они так ассасинов демонстрировали, говорили, что это консоль, хотя игра была запущена на ПК. Так вот, Bethesda без стеснения показывала Skyrim, и люди радовались. А сейчас нам показывают CGI и говорят, это игра. Это уже вызывает опасения, не говоря о других вещах, по типу переносов, ну и так далее, не хочу повторяться. В общем, ждем сентября и будет ясно. Точно так же ясно, как и то, что аудитория у Starfield будет куда меньше в РФ, чем у других игр от Bethesda. Спасибо отсутствующему переводу. Но по большому счету настрать, рано или поздно сделают текстовый перевод. Кто-то из фанатов подсуетится. Что ж, а на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также залетайте в Телеграм и не пропускайте анонсы стримов. И спасибо за поддержку на Бусти. Отдельное спасибо спонсорам с никнеймами LuckyMook, Aeron Stone, Aliocio3x, Сибирский нефтяник, Хироман, Притчер и Лемноти. А если и вы хотите попасть в эти сомнительные титры, то ссылка на мой Бусти в описании. А на этом уж точно все и всем всего.